Смотрите, у нас приемы предстоят для вас среду с 10 до 12 в конкретное время. Вы можете изложить свои жалобы в письменном виде, либо написать жалобу на судебный акт, который будет принят. Ну, я думаю, что он сейчас принять не будет, но для того, чтобы пресечь следующее поведение, ну, в двух словах я могу просто объяснить, тут не буду никаких бумаг писать, потому что это глупость со стороны судей, это мое личное мнение. Судья уточнила, веду я видеофиксацию или нет, я сказал, что нет. Потом возникл совместный конфликт, в плане того, что я когда делал возражение о том, что мне отказали в ходатайстве в ведении видеофиксации в ходе судебного заседания, она начала меня перебивать. Соответственно, я сказал, что потом не удивляйтесь, что ваше поведение появляется в сети интернет. Она начала меня повторно спрашивать, веду я видеофиксацию или нет. Я сказал, что 51 статья Конституции. Ну, на этот конфликт и закончился, меня удалили. Хотя до этого я сказал, что видеофиксация не ведется, это первый момент. Второй момент, ну, было заявлено в ходатайстве, мне было отказано, я сделал возражение, все делал по процедуре. Оснований меня удалять просто не было. Более того, удаляя меня, нарушаются права моего подзащитного. Это, я думаю, она должна понимать. Соответственно, она не имеет права сейчас рассмотреть дело в отсутствии защитника, но это как бы не в этом дело, там надлежащего еще извещения не было. И, соответственно, свидетели не пришли, которые были заявлены. Я к чему это все веду? Ну, глупо себя ведет судья. Я думаю, что нужно донести, это мое личное мнение, ну, буду подчеркивать, да, это мое личное мнение, считаю, что она ведет себя глупо. Чтобы все-таки было какое-то указание, чтобы не нарушать процедуру, процессуальное законодательство. Потому что не хотелось бы, чтобы, ну, заниматься вот этой писаниной по поводу полномочий судьи и тому подобное. Доказательств более чем достаточно ведется, соответственно, аудиофиксация непрерывная. А, закончили? Да. Поэтому я вам еще раз объясню, либо вы можете в среду пойти на прием в конкретное время, либо в письменном виде изложить свои доводы. Ну, я не вижу в этом необходимости. Я буду дожидаться до последнего. То есть, чем больше ошибок сделает судья, тем больше. Ваши правы. Тем больше позора будет. Всего хорошего, расстраивайтесь. Согласно правилам пребывания посетителей в Октябрьском районном суде города Мурманска, утвержденных председателем Октябрьского районного суда, пункт 3.2 посетители суда обязаны перед входом в зал судебных заседаний закрывать объективы устройств, обладающих функцией видеофотофиксации и без разрешения суда не открывать объективы данных устройств и не использовать их в данных целях. Выключать объективы устройств, педжи, телефоны и иные средства связи. Защитник, вам понятно? Да. Определением суда судья от 8 июля 2023 года в удовлетворении ходатайства о ведении видеосъемки в судебном заседании было не разрешено, в связи с чем, защитник, вам предлагается выключить все устройства, на которые осуществляет видеозапись в настоящем судебном заседании и до него. Владимир Владимирович, осуществляется ли вам видеозапись? Нет. Пожалуйста, предъявите для обозрения телефон, который находится у вас в кармане пиджака. В каком условии? В связи с этим суд, в связи с этим судьей, в связи с этим судьей разъясняется о том, что вам необходимо телефон, который находится в кармане вашего пиджака, вынуть из кармана и положить на стол. Хорошо. Так легче? Легче. Хорошо, присаживайтесь. Присаживайтесь. Я постою для нашего лучшего батарея. Судебное заседание объявляется открытым. Судью Октябрьского районного суда города Мурманска, Хуторцево рассматривается жалоба, Спицына, Станислава Сергеевича. Она восстанавливает мирового судей судебного участка номер 5 Октябрьского судебного района города Мурманска. А 27 июня 2023 года о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Устанавливается в Калит судебное заседание. В судебном заседании принимает участие защитник. Защитник, представьте, пожалуйста. На мае Владимир Владимирович. О времени месте судебного заседания извещался Спицын Станислав Сергеевич. Извещение телефонограмма, телеграмма об извещении по адресу в городе Мурманск. Материалов дело имеется не извещен. Однако отсутствует сведения об извещении его по адресу регистрации в городе Манчегорске Мурманской области. Здесь считается, что спицын неизвещено на настоящее судебное заседание. Сведения об извещении Спицына на настоящее судебное заседание не имеются, поскольку сведения об обречении телеграммы в суд не поступили. Дело рассматривается по жалобе судью Хуторцевой. Судья, рассматривающая жалобу, самоотвода не имеется. Владимир Владимирович, у вас имеется отвод к суде, рассматривающей жалобу. Да, у меня есть для начала ходатайство. Заявляю ходатайство о введении видеофиксации. Ваше ходатайство было рассмотрено 8 июля 2023 года. Но это не лишает возможности мне в этом судебном заседании заявить ходатайство, аналогичное, потому что то судебное заседание, которое состоялось, оно, на мой взгляд, уже прошло, вы его закрыли. И, соответственно, у нас новое судебное заседание открывается и заявляет ходатайство. Я надеюсь, что у вас все-таки появятся законные основания, обоснованные, отказать, либо удовлетворить мое ходатайство о введении видеофиксации. Хорошо. До разрешения ходатайства у вас письменном введении или устно заявляете? Я устно заявляю, потому что вы сказали, что ведется протокол. Хорошо. До разрешения ходатайства разъясняются вам права. Статья 25.5 Кодекса об административных правонарушениях. Правильно знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайство, откуда участвовать в рассмотрении дела, получать решение, вынесенное по делу и обжаловать его. Вам понятны права? Да, понятно. По заявленному ходатайству о введении видеозаписи в ходе судебного заседания судья определил удовлетворение ходатайства защитника о разрешении введения видеозаписи в судебном заседании отказательствии с тем, что в настоящем судебном заседании ведется протокол судебного заседания, ход содержания процессуальных действий в судебном заседании отражаются в данном протоколе и кроме того, защитникам ведется аудиозапись У меня будет в связи с этим возражение. Считаю, что вы выносите заведомо неправосудные определения, поскольку ставите в зависимость от наличия протокола вообще мое право вести видеофиксацию. В любом суде на заседании ведется протокол. Здесь нет причинно-следственной связи запрещать. То, что касается введения аудиозаписи, я еще раз повторю, я могу ввести без разрешения. Где это написано, Владимир Владимирович? Где это написано о том, что вы можете ввести видеозапись без разрешения судей? Я не закончил свою мысль. Суд вам задал вопрос. Пожалуйста, когда мысль свою излагается, скажите, пожалуйста, норму права. Я отвечу на ваш вопрос. Сначала я закончу свое возражение. Значит, поскольку аудиозапись не требует вообще поставить кого-либо в известность, я не знаю, с чего вы взяли, что ведется аудиозапись. Вы можете смотреть сколько угодно на мой прибор, на меня, я, может быть, красиво выгляжу или еще что-то. Ставить в зависимости от того, ведется протокол в судебном заседании или нет, и мое право на введение в виде фиксации, оно не обоснованное. Определение незаконное. Владимир Владимирович, вам понятно определение суда, разрешение выражения видеозаписи в судебном заседании? Уважаемый суд, если вы вынесите определение, снять штаны, это не значит, что я буду снимать. Вам понятно определение суда? Мне достаточно понятно, мне не надо разъяснять, я вам объясняю, что незаконное определение, распоряжение и тому подобное я не обязан выполнять, потому что вы обязаны давать распоряжение законное и обоснованное. Где написано о том, что суд разрешает введение видеозаписи в судебном заседании, а нет разрешения судебного заседания? Про какой процесс идет речь в определении? Там идет речь и о гражданских делах, и о уголовных делах, и об административных делах, там приводятся все соответствующие. Владимир Владимирович, судье вынесено определение неразрешения введения видеозаписи в судебном заседании, поэтому присаживайтесь. Я еще раз говорю, во-первых, я постою, во-вторых, не каждое ваше распоряжение подлежит выполнению. Я так понимаю, что вы, что Белозерская, можете нарушать процессуальную законодательство. Владимир Владимирович, все, определение судьей вынесено. Комментарий вы свой дали. Ну я свой комментарий дал. Потом не удивляйтесь, если вдруг появится видеозапись в сетях. Если появится видеозапись в сетях, значит вы не выполняете распоряжение судьи. Я выполняю распоряжение введения, а не разрешение введения видеозаписи в судебном заседании, что влечет соответствующее ответствие. Только законные распоряжения выполняют. Еще раз судья вас спрашивает, вы ведете в настоящем судебном заседании видеозапись? 51-й статья Конституции. Защитника? Защитника, да. И открою вам секрет, имеют право пользоваться любой гражданин Российской Федерации. Судья вас спрашивает, вы ведете видеозапись в судебном заседании? 51-й статья Конституции. В связи с тем, что защитник не сообщает о том, ведет ли он видеозапись в судебном заседании, а судей не разрешено введение видеозаписи в судебном заседании, объявляется перерыв в судебном заседании. Для того, чтобы защитник покинул зал судебного заседания в связи с неисполнением распоряжения судей о невзрешении введения видеозаписи в судебном заседании. Судебный пристав, пожалуйста, судебный пристав, пожалуйста, судебный пристав, пожалуйста, обеспечите вывод защитника и зала судебного заседания. Я делаю заучание вам судья. Я покинул, не переживайте. Я, кстати, и знал, что вы поведете на это, на дешевую пропаганцию. Настолько глупо ведете себя, просто кошмар, просто разрешите видеозапись. В чем проблема? Посмотрите, суди Ленинского суда себя ведут. Без проблем разрешают, и никаких проблем нет. Тоже начиналось все негладко. Стыдно должно вам быть, судья. И когда вы говорите, что суд решил, решаете не суд, а вы решаете. Всего хорошего. Надеюсь, в следующем судебном заседании будет себя вести корректно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...